Кинули на деньги, кинули на дом У нас сколько-то? Пятеро, да? Нет, не знаю Ваня, пятеро детей Назову Сын, ну Утюшка У меня хрена сказал Кинули, ну реально Нам некуда вообще кину И она Ну что, я тебе нарожал Доброго дня Доброго вечера Давно не бачилось В Киеве У нас гремят Резные падеи Але у Сосновці Львівська область Тривая блокада Торговли российского вугиля И це вже більше місяця Триває Вагони стоять За цей час Россияне Перестали присылать Вагоны Фактично На західну Украину Гонят транзитом На Украину восточную Центральную Хлопці тут Девчата Живут В наметах Беля костра Вот вечером Спілкуються Лагеря Разрастається Уже поставили Больші Больші намет Маса Маленьких Приїхали Люди С разных Регіонів Украини Поставили Коплічку Маленькую Здесь не було Вагонов С маркировкой РЖД Ну і Щас вони Появились После этого Их поддержала Львовская Областна Рада После этого Подержала Тернопільская Областна Рада Подержала Областна Рада Київська Область Ихмельницкая И после этого Выяснилось Что это гонят Уголь Именно для Государства Для центра энергии С тех пор Тут Прошли уже И попытки Разгона Блокады Полиции И аресты И народ Вышел Потом все это Отбил Прошли Попытки Переговоров Но пока Власть Нас Не Слышит Поэтому здесь Продолжает Нести В лагере Дежурства Хлопцы Ветераны А местные Шахтеры Местные Ветеранские Спилки Им допомогают Тут Сера Зом Вон и за раз Вот даже Приехал Привез я Своего сына Гришу Привет Гриша Привет Да Для того чтобы он тоже посмотрел Понял что такое Патриотизм Что такое люди Которые думают Прежде всего Об общественном благе И потом уже о себе Сколько уже Тридцатый день Фактически И Тридцатчетвертый Да И до сих пор Тут почему-то нету Представителей тех Партий Ни Порошенко Ни Свободы Которые кричат Нет капитуляции А реально нет капитуляции Говорят сейчас здесь Хлопцы шахтеры Хлопцы ветераны Потому что Именно делом А не словом Эту капитуляцию Можно остановить И на фронте В 14-м 15-м 16-м 17-м 18-м И сейчас И экономическую Экспансию России И экспансию Духовную Экспансию Информационную Ну Много можно Рассказывать В принципе Можно ознакомиться С предыдущими Мэйстримами Самое главное Что Не нужно бояться Никаких капитуляций Потому что народ Их не даст сделать Во всяком случае Здесь точно Давайте дождемся Посмотрим Что будет в Нормандии В любом случае Что бы там не было Это все еще Нужно будет затвердить Принятием решений В парламенте Я думаю Мы сможем собраться И сможем сказать Свою волю Что Мы хотим Жить в мире Но не Капитуляция Его принесет Не мир Который Будет нам диктовать Под диктовку Путин И я вижу Что Вот именно По Сосновке Вижу Что Народ этого Абсолютно Не допустит Те кто хочет поддержать Хлопцев здесь Хлопцев Девчат Может либо приехать Сосновку Либо приехать Поездом Это Киев Львов Бахмут Львов Либо приехать До Львова Там поехать Уже На автобусе Может поддержать Продуктов Передать Если Готовы Выступить Как волонтеры Сделать Репост Сейчас По группам Ну и Почему-то Сейчас После того Когда выяснилось Что Власть имеет Отношение К торговле Российским углем А не Просто частные Структуры Почему-то Кроме Четырех Областных Рад Больше Никто Это Не поддерживает То есть Такое впечатление Что Протестовать В фейсбуке Против Капитуляции Гораздо Безопаснее Чем Вынести Это решение Поэтому Если Есть Сейчас В эфире Депутаты Местцевых Районных Областных Рад Которые Меня Слушают Пожалуйста Внесите Такое же Как Львовская Киевская Хмельницкая Тернопольская Областные Рады Внесите Поданья Такое Решение До Сессийной Залы И Примите Решение До Верховной Рады До Президента До Генеральной прокуратуры Российского Угля Мы Должны Быть Иметь Возможность Прокормить Себя Сами Не Зависеть От Этого Потому Что Если На Нас Будут Рычаги Влияния От Ворога То Это Будет Не Война А Просто К сожалению Избиение Страны Которая Не Хочет Защищаться Тут Все Люди Которые Войну Прошли Либо Поддерживали Как Волонтеры Либо Непосредственно Воевали Поэтому Я думаю Что Тут Никто Этого Не Хочет На Сегодня Все Я Делал Как Раз На Четыре Дня Паузу Завтра Уже Более Подробно Поговорим Всем Дякую Не Забываем Делать Репост Слава Украине Слава Богу Украине